Конфетки в жопе у коня. Ну, я надеюсь, вы активно погружаетесь в буржуазный формализм и поклоняетесь упайническому западническому рок-н-роллу, потому что Every Girl's Crazy Body Shop Dressed Man, как пили в трио Зизитопа, на самом деле, по сути, в дуэте, потому что я сейчас один из них, как будто бы такой, знаете, оказавшийся в самом кошмарном сне. Я уже проводил здесь экскурсию в формате 360 градусов по Дворцовой площади. Сегодня я вам проведу немножечко другую экскурсию, немножко другой маршрут, хотя и про Дворцовую площадь мы тоже поговорим. К сожалению, я не взял с собой книжку старшего научного сотрудника Анны Коневец «Зимний дворец» от Эрмитажа до Кавшколы Осо Виахима, но я ее подсниму и подставлю сюда, поскольку много чего узнал отсюда, оттуда. Почему мы здесь начинаем? Потому что вам будут показываться кадры из замечательного фильма «Русский дом», «Рашн Хаус». Именно здесь идет Шон Коннери, недавно Бози почивший, со своим напарником немецким. Ведут они беседу, выходят на Дворцовую площадь. Этот фильм был у меня в обзоре в серии «Россия. Чужой взгляд». И я уже там говорил, что это один из самых потрясающих фильмов вообще про поздний Советский Союз, очень душевный, практически без клюквы. И кадры, которые там мелькают, будут нам еще встречаться, потому что была подснята даже большая конюшная улица. Единственное, что в ряде случаев мы видим там не Шона Коннери, мы видим его дублера, которого играл товарищ Ратушный. Это у нас известный Морш, я брал у него интервью. Он мне рассказывал, как он в этом фильме работал на подсъемах, потому что кинематографический процесс строится таким образом, что когда у вас есть какая-нибудь топ-звезда, чтобы ей лишних денег не платить, то планы, где она не очень видна, в них как раз участвуют те самые дублеры, которые подбирают по определенным параметрам. Если мы вспомним картины, которые перед нами представали во время рассказов о штурме Зимнего дворца в 1917 году, то мы с вами увидим, вот, например, вот если вот на ту арку посмотреть, что там, я помню одну картину, там даже артиллерийская пушка присутствует. На самом деле ничего этого не было, и несколько деталей я вам сейчас расскажу, потому что об этом у меня вообще есть отдельный рассказ про мифы и факты штурма Зимнего дворца. Но когда штурмующие солдаты, матросы, матросы оттуда, солдаты вообще оттуда бежали к Зимнему, то вот здесь они наткнулись на большие залежи дров. Это были баррикады, которые были устроены по приказу комендатуры, которые должны были защищать. Привет, бро. Здорово. Здорово. Да, вас также. Конфетки в жопе у коня. Так, значит, хочу вам показать несколько картинок. Ты думаешь, я за конфетками полез? Нет, просто сюда покажу. Во-первых, вот эту хочу картинку показать. Надо повернуться на Зимний дворец. Посмотрите. Это пожар 1837 года. Обратите внимание вот на эти вот кучи. Это то, что было вынесено из Зимнего дворца в процессе возгорания, точнее, после возгорания и после того, как этот пожар бушевал. И, что интересно, ничего не было разграблено с площади. Вот еще одна картинка. И здесь, на этой картинке, помимо пожара, мы видим еще вот эти вот здания, очень странные, несуразные, на месте которых потом был построен штаб гвардейского корпуса. Вот видите, там я рассказывал про него в процессе экскурсии в 360 градусов по проекту Александра Брилова. Когда я вожу экскурсию по проходным дворам и рассказываю про стену Брандмауэр, я всегда задаю вопрос, что приказал сделать Николай I, когда прибыл сюда и увидел, что все горит, все пылает. Он приказал заложить кирпичной стеной проход от Зимнего дворца в Малый Эрмитаж, к которому мы сейчас направляемся, для того, чтобы огонь туда не перекинулся. И это именно и есть главный принцип, соответственно, действия вот этой самой стены под названием Брандмауэр, немецкой. Что касается вот этой книжки, про которую я заикнулся, про Зимний дворец Анны Коневец, там есть масса интересных фактов. Один из них связан, во-первых, с пребыванием господина Керенского в этом дворце, потому что ему, конечно, не стоило туда заезжать, поскольку это не очень красивый акт. Он заехал и пользовался всеми теми благами, которыми раньше пользовалась царская семья. И, что характерно, денег стало уходить больше на его содержание, даже чем при царской семье. Ну а самый, конечно, интересный для массового потребителя информации рассказ, связан с наличием винного погреба, который шел на самом деле не с этой стороны, он шел со стороны Невы, в подвале, в основном, старого Эрмитажа. Этот винный погреб содержал не только коллекционный вин, но и спирт, шедший на бытовые нужды, например, на спиртовке те же самые. В Эрмитаже жило огромное количество прислуги, которая пользовалась всевозможными примусами для готовки себе еды. Ну и, конечно же, этот погреб был одним из главных притягательных элементов для революционно настроенных солдатов и матросов. Я периодически буду доставать отсюда всякие книжечки, потому что у меня их здесь дофигища. И сейчас я достану свой классический альбом, который я очень часто показываю. Вот этот вот. Здесь у меня есть закладочки. Вот, например, вот такая замечательная есть фотография. Это Зимний дворец, посмотрите, какой цвет он покрашен, да? И это машины Рено французской фирмы. У меня вопрос залу. Почему они праворульные? Напишите, пожалуйста, комментарий. А это великий князь Дмитрий Павлович, один из главных автомобилистов той эпохи. Участник убийства Распутина. Будущий, соответственно, любовник Коко Шанель. Смотрите, у меня здесь есть портрет Фрелин. И несмотря на то, что это царско-сельский дворец, вы можете видеть порустованным колоннам, точно такая же фотография могла бы быть сделана и здесь, в Эрмитаже. Ну, у входа в Зимний дворец. Так вот, этот винный погреб был разграблен. Но с ним связана масса мифов, вот о которых как раз Сканевец пишет. И народ вообще, когда попадал в Зимний дворец, ведь он не воровал там то, что в первую очередь приходит к нам в голову. Ну, какие-то ценности и прочее. Нет, тырили в основном слистные припасы, которых там было огромное количество. И то, что называется мануфактура. То есть, очень много срезалось материи. Например, с кресел, с диванов, шторы снимались. Потому что из этого можно было сделать себе одежду, которая была дико дорогая. И что было делать с этим винным погребом? Его пытались сначала заложить кирпичом, чтобы туда никто не попал. Так вот, например, поступили в Ваничковом дворце. И это, как бы, привело к положительным последствиям. Здесь этого не удалось. Вызвали охрану из состава сознательных рабочих и матросов. Охрана поставила броневик, перекрыла миллионную улицу. Но люди, которые попадали в этот винный погреб, они оттуда выскакивали. Давали им взятку в виде бутылок. То есть, эта мера оказалась абсолютно бесполезной. Тогда отправили еще ряд сознательных салатов и матросов, чтобы они разбили все бочки в подвале. И вот, пока они этим занимались, два или три человека наглотались винных паров. И, собственно, там и утонули. И затем, в итоге, подогнали помпу пожарную, залили водой и выкачали всю эту жижу в него. Был еще лед. И народ со всего города прибегал на этот лед. И вот этот снег колол, относил домой и, соответственно, там с ним что-то делал. Точно так же, как, например, когда какие-то ящики на льду разбивались, кто-то пытался перенести, утащить ящики с вином, прискакивал народ и пытался долакать то, что там разлилось. Но это такая, знаете, инверсия, на самом деле, голодных лет последующих, когда там кто-то пролил молоко и, в общем-то, лакал с пола. Только здесь, не с пола, а с земли, только здесь совершенно другие цели преследовались. Я вам хочу показать очередную книжку. Мне ее подарил один из экскурсантов. Господи, какая неудобная, на самом деле, эта борода, как они в ней работают. Книжка эта выглядит вот так. Дело в том, что вот там вот-вот, 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 там вот-вот, точнее, с той стороны, если быть точнее. Гид Павел Переж, добро пожаловать. Ну, неважно. Там есть царский гараж. Вот так вот он выглядит. Что интересно, был построен он по проекту архитектора, который являлся сыном знаменитого художника Крамского. Дело в том, что изначально, вообще-то, Николай II не воспылал любовью к автомобильной теме, потому что первый автомобиль, который прибыл к его развлечению, отказывался ездить, его постоянно приходилось сталкивать с дороги лошадьми. Но потом он это дело раскусил, и в итоге царский гараж был достаточно обширным. Он был не только в Петербурге, он был и в Ливадии. И здесь, во дворе Малого Эрмитажа, был построен, как мы сейчас сказали, главный корпус. И недавно его восстановили. Вот это у нас здание, которое было... Это первое здание, которое было построено именно как музей. Ведь до этого, на самом деле, все картины, они висели, ну, если в 18 веке вообще была так называемая шпалерная развеска, да, знаете, как плитку вот кладут в ванны, вот так вот картины вешали. Главное, чтобы красиво было. Архитектор Лео фон Кленце, который построил в столице Баварии, в Мюнхене, глиптотеку и пинакотеку, это специальное здание для экспонирования скульптур и картин. И дело в том, что вот здесь вот эти все, соответственно, скульптуры, вот там вот эти все ребятки, они должны были идти по периметру. И, ну, то есть, например, скульптура Арфаэля должна была означать картинный зал. По замыслу Кленце должен был быть снесен старый Эрмитаж. И, в общем-то, он даже предполагал, что и малым Эрмитажем можно в какой-то момент пожертвовать, чтобы с дворцовой площади лучшим образом обозревался вид. Сам Кленце этот дворец не строил. Его строили под управлением архитектора Стасова. А Стасов Василий Петрович, он был, знаете, такой парень тоже довольно жесткий. И вот они как бы склеснулись с ним. Например, Кленц предлагал строить стену толщиной в два кирпича. Стасов говорил, ну, два кирпича мало, давайте три. Дальше Стасов предложил главную колоннаду сделать светлой, а не темной. По поводу просветов там были споры. В общем, через это приходилось проходить во время процесса строительства. Но, тем не менее, построили. Именно сюда приходили первые посетители, которые были настолько непосредственны, что могли, например, подойти и красочку поколупать пальчиком. Ну, то есть, ради интереса, какова консистенция, служителей не хватало. И это была проблема в самом начале существования Эрмитажа. Мы с вами подходим к «Зимней канавке». Здесь, соответственно, есть очередная сцена из нашего любимейшего, не перестаю я его цитировать, фильма «Брат», где Данила Багров идет вот с той стороны в поисках, соответственно, квартиры своего брата, которая по замыслу создателя находилась на той стороне Мойки, но на самом деле сама она снималась напротив «Спаса на крови». А мы с вами приближаемся к дому, который, вот я помню, из советских моих штудий школьных внушал ужас не только всему городу, но и вообще всей Российской империи. Потому что там жил ужаснейший, поганейший временщик Аракчеев. И было такое понятие «аракчеевщина». Это, соответственно, советский концепт, который даже перекочевал в замечательную книжку Гординых, которую я вам тоже покажу вскоре, потому что мы приближаемся к вами, с вами к последнему адресу Пушкина. По факту Аракчеев был таким громоотводом для Александра Первого. Александр Первый, он же был, знаете, такой вот из себя воздушный, красивый, самый красивый принц, а потом король Европы. Ну, царь по факту, ну какая разница. Вот про этот дом я говорю. И была проблема, что делать с армией. Ее надо кормить, ее надо содержать. И была придумана концепция военных поселений. Придумал ее не Аракчеев. Более того, Аракчеев был против этого. Но поскольку Александр Первый не мог взять на себя инициативу в устроении подобных заведений, пойдем, перейдем, то Аракчеев, про которого говорили без лести преданный, потому что он был без лести преданный, сказал, ну хорошо, я буду это делать. Сам он из довольно бедной семьи. 11 детей было его в семье. Выжило только трое. Можете себе представить трагедию этого семейства. Приехал сюда поступать вместе с папой. И так получилось, что предыдущий директор шляхетского кадетского корпуса умер. И Мелисину следующий только через три месяца занял свой пост. А у них было там, я не помню, по-моему, все 50 рублей денег на жилье. Они все это прожили. И в итоге, когда уже не оставалось им денег просто на пропитание, Аракчеев кинулся на колени. Маленький мальчик, перед этим Мелисину, что типа возьмите у меня этот корпус. И, в общем-то, его взяли. Там ему тоже было не сладко. Во-первых, он был очень высокий. Ему одежда не нализала. Знаете, вот так вот он иногда ходил. Рукава. Не очень красиво. Его даже попытались один раз убить. Скинули на него камень. Потому что его назначили фискалом. То есть следить за особо нерадимыми учениками. И он, естественно, эту функцию исполнял с большой ретивостью. Тем не менее, он был довольно прилежным учеником. И затем остался в этом корпусе. И потом уже через Салтыкова попал к Павлу. Потому что Павел искал себе нормального артиллериста. А Рокчеев в этом понимал. И вот именно благодаря Рокчееву наша артиллерия вышла на принципиально новый уровень. Он первый додумался, что нужно вообще-то организовать артиллерийские расчеты. Чтобы каждый номер, как это называлось, знал, что ему делать. То есть до него, на самом деле, все было достаточно хаотично. Лошади были не прикреплены к орудиям. Лошадей постоянно таскали из разных частей. Он сформировал, ну, в общем-то, мобильные бригады. И были тренировки такие, когда он подходил и говорил, так, вы и вы убиты. Что дальше происходит? То есть каждый участник этой команды знал, что ему делать. Точно так же было по поводу производства орудий. Производство орудий было улучшено. И в итоге наша артиллерия в 2012 году была ничуть не хуже, а порой даже лучше французской. И самое главное, Аракчеев обеспечивал все тыловые поставки. Потому что ведь герои, те, кто бегают, прыгают, скачут на конях, и это правда. А те, кто им подвозят фураж, сено, прочее, прочее, они как-то не в чести. И, в общем-то, Аракчеев говорил, что без меня бы войны не выиграла. И в этом есть доля правды. После войны он отказался от звания фельдмаршала, потому что фельд это поле. Он говорил, я в полях не сражался, поэтому извините. И, соответственно, здесь он принимал просителей. Очень часто бывало так, что приходили, что-то просили у него, а он специально изображал из себя такого строгого и злого. А потом, когда тот возвращался уже в частном порядке, он говорил, ну, извини, я не мог при всех тебе дать поблажки, потому что подумали бы, что я дал слабину. Поэтому вот сейчас я иду к тебе навстречу. И после смерти Александра I он был в своем имении, где у него там случилась личная трагедия. Его достаточно свирепую любовницу зарезал брат крестьянки, которая, она нещадно там измывалась над ней. И он, соответственно, пропустил декабрьское вооруженное восстание, где в связи с этим есть такая конспирологическая версия, что специально ее убили, как бы, чтобы его из города убрать. Но я в это не очень верю. Ну и, соответственно, он доживал свои дни, и он приказал отложить 300 тысяч рублей, это колоссальная сумма по тем деньгам, на поддержку вот этих самых кадетских корпусов. Один из них был как раз и назван Аракчеевским. Вот, например, Спиридович, начальник, будущий начальник Киевского охранного отделения, пойдем к тому дому, подойдем, он окончил как раз Аракчеевский кадетский корпус в Нижнем Новгороде. У меня есть об этом отдельный сюжет в рубрике Нижний с перцем, можете посмотреть, я там об этом рассказываю. И в советскую историографию он вошел вот таким абсолютно жупелом. Хотя, как бы, это не совсем верная трактовка. Он не был, конечно, зайчиком, я думаю, что в нынешней, в такой вольной нашей жизни мы бы тоже его трактовали как каким-то, знаете, сатрапом. Но время было такое, и что самое удивительное, Аракчееву принадлежит один из первых проектов отмены крепостного права. Вот, как бы, представляете, да, как бывает. И Спиранский, который трактовался всеми, как вообще один из первых либералов нашей империи, он про эти военные поселения написал целый трактат, целую такую научную записку, где доказывал ее полезность. А мы с вами пришли вот к этому дому, где жил Анатолий Александрович Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга. Ну и здесь, соответственно, в этом доме проживала, как вы понимаете, его дорожайшая дочь Ксения, перед которой я постоянно каюсь, поскольку брал у нее пару раз интервью, и один раз мне нужно было сфотографировать ее шматье, чтобы она рассказала, где и что она покупала. С матье там мы сфотографировали у нее дома, а интервью она сказала, я тебе дам потом. И слилась. Я уехал, как сейчас помню, в Будапешт, своим подопечным журналистам дал задание, они мне там шлют истеричные смески, что Собчак не отвечает на сообщения и на звонки. А мы заявили об этом везде, у нас журналы выходят по всей стране. Ну и в итоге мне выпускающий редактор Таня говорит, а что ты паришься, напиши сам. Ну я и написал. Не знаю, мне кажется, получилось не хуже. Ну это, конечно, такая была не самая криминальная история, потому что она не касалась ни политики, ничего остального, но после этого я как-то понял, что мы реально живем в эпоху постмодерна, постмодернизма, когда все написанное правдой и я всегда говорю, что любую чушь можно заявлять суверенным видом и она проканает. Вот еще один вопрос публике. Что вот это такое? Напишите-ка мне, пожалуйста, в комментариях. Мы с вами подходим к дворам капеллы. Это первые проходные дворы, но они такие достаточно парадные, которые ведут на Большую конюшную улицу, бывшую улицу Андрея Желябова, народовольца, фактически гражданского мужа Софьи Львовны Перовской. Если помните, то я рассказывал, как вот здесь произошло покушение на Александра Второго. Александр Соловьев за ним тут бегал вот с таким вот револьвертом. Но нас, естественно, в данном случае интересует совсем другая история. Во-первых, я буквально вкратце покажу вот там вот дом. Вот отель Мойка Кемпинский 22, следующий дом 24. Там во дворе располагался знаменитый ресторан Данон. Почему нам это важно? Потому что я сегодня буду вам рассказывать про адрес Мойки 12 совершенно не в том ключе, в каком обычно про него говорят. Потому что там, естественно, заходит речь про Пушкина. А мне бы хотелось акцентировать внимание на менее известных фактах, связанных с этим зданием. Капелла придворная была сформирована еще в 18 веке. И если вы посмотрите вот там наверх, там есть фамилии разных замечательных людей, начиная с Разумовского и заканчивая Патулловым. Но там почему-то нет фамилии Балакирева. Этому есть простое объяснение. Капеллу перестраивал Леонти Бенуа. Балакирев тогда еще не был ее директором. Он появился после. Поэтому там ее фамилии нет. Но мы об этом поговорим. Значит, вот этот вот резолет, если мы посмотрим на фотографию послевоенную, вот я сейчас вам ее покажу, вы увидите, что его там нет. Он был разбомблен во время блокады. А Леонти Бенуа, который строил, перестраивал это здание, известен у нас не только этим, но еще и вот такой вот замечательной картиной. Она висит в Эрмитаже и называется Мадонна Бенуа. Почему? Потому что она перекочевала в Эрмитаж как раз из семьи Бенуа, а ему она досталась от соответственно жены, это было ее приданное. Сейчас еще одну картинку покажу вам. Смотрите каких цветов здания. Эрмитаж, главный штаб. Но эта цветопередача неудачная, мы находимся вот здесь с вами. Все здания были покрашены вместе с колоннами вот этот поганый коричневый цвет. Так вот это Мадонна Бенуа, вот кстати Карл Иванович автор главного штаба. Ну а это портрет про который я говорил в прошлый раз. Это соответственно Наталья Гончарова, автор Александр Брилов, тот который построил главный штаб. А это Лео фон Кленце, про которого мы с вами только что беседовали. Так вот по поводу этой Мадонны. В 12 году, да кстати извините мы сейчас перевернемся, сейчас покажу картинку, нет вот в эту сторону, здесь будут у нас участники этого придворного хора. В 12 году эту картину пытались продать в Европу и вывезли туда. антиквар которого звали Жозеф Дювин или Дюва наверное если говорить на французский лад но он был англичанином писал в в один несчастный день меня пригласили освидетельствовать Мадонну Бенуа на меня смотрела молодая женщина с лысым лбом и опухшими щеками беззубой смешкой миопическими глазами и морщинистой шеей жутковатый призрак старухи играет с ребенком его лицо напоминает пустую маску а к ней пределные раздувшиеся тельцы и конечности жалкие ручонки бестолково суетливые складки кожи цвет словно сыворотка и все же мне пришлось признать что это ужасное создание принадлежит Леонардо да Винчи вот я всегда говорю что когда вы приходите и видите какие-то классические произведения искусства то не надо смотреть на это вот ну такими прямо широко раскрытыми глазами вы смотрите на них очень просто либо оно вам нравится либо оно вам не нравится я да Винчи никогда не рассматриваю в Эрмитаже я иду в соседний зал где лисит моя любимая картина Джорджона я об этом говорил уже один раз Юдив потрясающая картина да мне она как-то более ближе ну кому-то может быть да Винчи больше вкалывает вкатывает и про Балакирева значит Балакирев ведь когда Бенуа строил этот это перестраивал эту капеллу он был категорически против того чтобы там устанавливать орган потому что это же западное пиндоское гейропское а у нас должно быть русское русское ну Бенуа ему говорил ну вы понимаете что даже с точки зрения внешнего вида оно как-то должно быть ну сцена должна быть украшена чем-то в итоге Балакирев настоял и тот орган который был выписан для капеллы перекочевал в родильне институт Отто и там роженицы рожали под музыку но Отто считал что соответственно так роды будут протекать с гораздо большей пользой они смогут расслабляться в этот момент и немножечко еще про Аракчеева дело в том что на него вешали не только от собак в частности поселения но вот я вам хочу поселений я вам хочу прочитать стихотворение Алексея Толстого он там пишет про некую архитектурную моду которая была в ходу в 18 веке в мои ж года хорошим было тоном казарменному вкусу подражать и четырем или восьми колоннам вменялось в долг шеренгу торчать под неизбежным греческим фронтоном во Франции такую благодать завел в свой век воинствующих плебеев Наполеон в России ракчеев то есть я уже рассказывал про то что классическая архитектура вот эта колонна портик она в какой-то момент у всех печенках сидела но вот даже вот это было повешено на ракчеева что типа это его заслуга вот в такую моду внедрять но куда это годится ну и конечно же естественно самое знаменитое стихотворение всей России и притеснитель губернаторов мучитель и советую он учитель а царю он друг и брат полон злобы полон мести без ума без чувств без чести кто же он преданный без лести бляди грошевый солдат без лести вот я рассказал без лести тем не менее Пушкин автор этой эпиграммы когда ракчеев умер он писал своей жене что во всей России похоже я один о нем горюй потому что Пушкин помимо всего прочего был талантливым историком он понимал какого человека страна потеряла то есть видите несмотря на свои вот эти вот достаточно желчные злостные строки потом он понял всю величину весь масштаб личности и то что этот человек смог сделать для родины здесь у нас такой достаточно облагороженный закуток счастья то есть у нас конечно есть здесь окна смотрящие в стену но здесь это не производит такого совсем уж удручающего впечатления мы с вами выходим на большую конюшенную улицу закругляясь с Балакиревым на этом ведь все не закончилось он ну поскольку вот он самый главный кучкист могучая кучка все такое прочее она же на самом деле изначально называлась Балакиревским кружком это объединение он под конец жизни немножечко так сказать ушел в ЗОЖ стал жестким вегетарианцем очень не хотел ехать в Париж на чествование Берлиозские Берлиоз его кстати очень уважал потому что боялся что там ему не дадут нужной ему пищи рыбы которая не бита в голову а другой он не ел и когда соответственно был устроен его бенефис балакиревский концерт на него не пришел ни один человек ни одного билета не было продано потому что Балакирев пытался проповедовать всю ту же самую моду вот эту народническую там 60-70-х годов в то время когда все уже изменилось на дворе был серебряный век и как в поэзии и в литературе так и во всех остальных вещах были совершенно другие веяния а мы с вами смотрим вот на этот дом номер 9 где вы не увидите мемориальные доски в честь Николая Ивановича Путилова это человек который ну является одним из создателей вообще нашей тяжелой промышленности он например в чем его заслуга перед нашим царством государства во время Крымской войны когда эскадра англо-французская в основном английская плыла на захват нашего города ну нас там спасали конечно природные факторы очень мелкий залив финский понимаете то есть все большеосадные суда раньше доплывали до Кронштадта и там они перегружали на плоскодонки и соответственно этот товар уже везли в город поэтому у английских моряков была такая поговорка это все гиды обычно рассказывают что путь из Лондона в Кронштадт проще чем из Кронштадта в Петербург но нужны были как раз таки плоскодонные суда канонерки нового типа не парусные суда и тогда великий князь Константин Николаевич который тогда возглавлял морское ведомство позвал Путилова и сказал вот эти мои 200 тысяч что-нибудь сделай и Путилов он практически с нуля организовал производство этих кораблей каким образом он просто наладил производство котлов в одном месте производство соответственно стали в другом месте то есть буквально там больше 10 предприятий таких мелких объединил ну как мы сейчас сказали в холдинг и действительно у нас появилось несколько десятков этих кораблей и один французский адмирал просто в полом ауте писал вообще как это возможно благодаря этому русские себя спасли затем Путилов его большая заслуга то что он поддержал Обухова человек который изобрел новый вид стали гораздо более дешевый гораздо более надежный потому что мы же стали закупали в основном за рубежом Путилов соответственно сделал с ним предприятие причем они поделили свои функции если Обухов занимался как раз таки производством то Путилов все административные ну и как бы сейчас сказали маркетинга рекламной частью то есть это тоже его заслуга ну а потом когда в 1860-х годах была ужасная зима и наши рельсы лопались просто они были английского производства Путилов сказал что ну мы сделаем новые и выкупил как бы обанкротившееся предприятие на берегу финского залива которое потом стало тем самым знаменитым путиловским заводом ныне кировским и наладил там производство вот этих рельсов и было такое показательное испытание трясти пудовую такую дуру чугунную кинули на рельс на наш он выдержал а английский рельс раскололся ну и у него еще был массовый заслуг самое главное что когда он выполнял государственные заказы он не перерасходовал средства наоборот его экономил их экономил то есть сейчас у нас в моде распил тендерский да а тогда вот был человек который так поступал ну а погорел он о том что он задумал наконец вот я рассказывал про то что финский залив мелкий вырыть канал который бы вел бы прямо на Гутуевский остров сделать там порт вырыть канал и соответственно взял подряд у государства под очень жесткие условия под очень жесткие проценты то есть неустойки если он что-то не выполняет 2 миллиона мы из 20 только выделили потом кислород перекрыли плюс соответственно это такая же история как с нобелями которые решили сделать трубопровод и тем самым похерили всех вот этих мелких перевозчиков бочек то же самое и здесь вот эти все плоскодонщики которые таскали грузы из Кронштадта в Питер они понимали что сейчас появится порт вот этот вот канал и все и мы прогорим начали вставлять полки в колеса и в итоге Путилов обанкротился но он попросил похоронить себя рядом с заводом Александр Второй сказал что если бы он меня попросил так я бы его и в Петропавловском соборе похоронил вместе с супругой он там был захоронен потом их прах перенесли в церковь при Путиловском заводе и потом соответственно когда уже этот завод стал сначала Красным Путиловцем а потом Керовским заводом церковь естественно была перепрофилирована там хотели построить новый цех стали вскрывать землю нашли вот их могилы плиту и по легенде соответственно гробы их сожгли в местные топки благодарные потомки то есть да вот это самый Кировский завод который делал танки во время Великой Отечественной войны и я даже читал что когда была перебазировка перебазирование заводов за Урал то там вот соответственно при производстве стали использовались какие-то путиловские наработки и он даже не имел своего собственного дома вот я к чему он снимал здесь квартиру и именно отсюда его именно здесь он умер именно отсюда его двадцатитысячная толпа на руках несла и вот кировскому заводу и там он был похоронен мы с вами идем дальше ну ДЛТ дом ленинградской торговли у нас там впереди есть такая известная байка что почему ДЛТ ну то есть что такая загадочная ленинградская торговля чем она отличается от московской торговли и все остальное что типа это как если бы это был дом не ленинградской торговли а ленинградский дом торговли то это было бы ЛДТ Лев Давидович Троцкий ну это типа нехорошо не комильфо но это чисто воды байка потому что до этого назывался дом ленинградской кооперации ДЛК соответственно ну тут конечно логично возникает вопрос что это за такая ленинградская кооперация странная чем она отличает московская но вот такое было время вот здесь у нас знаменитый бублик где можно испить наливочки где пару очень замечательных историй и мы сейчас пристанем вот здесь вот потому что мы будем нырять туда посмотрим вот туда я вам покажу кадр как раз из фильма русский дом где Шон Коннери переходит в большую конюшенную улицу и ныряет в дворы но дальше они подкрали они показали не те дворы которые здесь они показали дворы уже на канале Грибоедова потому что он выходит туда а мы сами как раз идем сюда вы думаете вы не пройдете там но смело смелость города берет значит мы сами направляемся на набережную реки Мойки где у нас есть на самом деле два адреса один адрес связан с Пущиным это ближайший друг Александра Сергеевича будущий декабрист и есть потрясающая на самом деле история связанная с тем как Пущин решил посвятить себя служению отечеству в каком плане он решил пойти работать в полицию причем там чуть ли не простым городовым его его мать и сестра на коленях умоляли не делать этого почему потому что полицейские чины это был ну как бы мы сейчас сказали высоким штилем зашквар да то есть нельзя было вообще с ним иметь никаких дел а уж тем более идти туда служить ну и потом Пущин загремел соответственно по декабристому делу а вот дом который находится рядом и рядом с которым мы окажемся я просто начну рассказать чтобы там время тоже не терять не торчать на одном месте не стоять сейчас я вам покажу еще один замечательный тоже закуток вот видите чудесный вид но я хочу сказать что люди которые здесь абсолютно не обламываются я парочку таких знаю значит мойка 12 это самый святой адрес Александр Сергеевич Пушкин бла 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 ну во первых пока мы идем у меня вот в этом мешке есть книжка Гординых но она правда без супер обложки я уже говорил что я супер обложки все нафиг выкидываю потому что они у меня со временем превращаются в ничто сейчас где-то у меня вот значит крайне рекомендую называется Пушкинский Петербург у них есть еще Екатерининский Петербург здесь они описывают некоторые подробности из жизни Александра Сергеевича и крайне интересно как раз акцентировать внимание на ряде финансовых вопросов что мы можем узнать отсюда например за квартиру в белье этаже из 9 комнат поэт платил в год 2500 рублей сигнациями это чуть больше чем дофига вот кстати пожалуйста очередная шахта бомбоубежище это была очень большая сумма написана здесь еще дороже стоила Пушкину квартира из 12 комнат в третьем этаже дома из именитого купца Жедемировского на Большой морской улице снятая в 32 году ее цена была в 3300 рублей ассигнациями в год помните когда я водил экскурсию по смоленскому литеранскому кладбищу я объяснял почему так важно ой почему так важно указывать ассигнациями в год или или серебром потому что это были разные суммы как эти мать его Девят Морозы ходят я вообще не понимаю да ну а соответственно когда он переехал вот сюда на мойку на которой мы остеять оказались он уже платил больше 4000 у княгини Волконской а сколько же мы дойдем сейчас мы туда дойдем не переживайте а сколько же он платил соответственно сколько же людей его обслуживало Бушкина стесненного в средствах в 1830-е годы штат прислуги был из 15 человек в последней квартире на мойке при семье поэта стоявшей из него самого и у жены Натальи Николаевны четырех маленьких детей и двух своячниц находились две няни кормилица коммердинер четыре горничные три лакея повар прачка полотера еще верный дядька Пушкина ходивший за ним с детства Никита Козлов вот я всегда соответственно спрашиваю а где ваши полотеры и няни живут ну и напоследок значит Пушкин остался должен 2015 рублей 12 копеек в счете среди прочего значилось 9 аршин шелка и материи 58 рублей 50 копеек 16 аршин Грогрена 104 рубля вот помните я вам говорил что в первую очередь срезались материи всевозможные с кресел и прочее да потому что ну не было еще в ходу так называемых магазинов готового платья они только-только начали появляться поэтому в основном все сшилось на заказ или самостоятельно ну и дальше там бархат платок 40 рублей платок 40 рублей это блин больше чем зарплата средняя чиновника пара серег 110 рублей враслет 150 рублей ну в общем опека это все погасило на самом деле почему так да потому что в дворянской среде было принято жить непосредством все время жили в долг все абсолютно Пушкин не исключение как бы начнем а там видно будет и поэтому Николай первый распорядился учредить опеку опеку мне все время говорят ты говоришь неправильно опеку вот я выучил спасибо спасибо опеку над ним и которая все эти долги погасила вот в этом доме жил соответственно Пущин примерно вот в этих краях то есть если посмотреть правда с той стороны здесь тоже снималась сцена где Данила Багров ищет квартиру своего братца ну а мы подходим вот к тому зданию и у меня с собой есть тоже несколько книжечек которые связаны с этим зданием но они совершенно не про Пушкина дело в том что нам сейчас кажется но там вот мемориальная доска Пущина посвященная нам сейчас кажется что вот везде где был Пушкин это все такое свято-свято-свято-свято то есть надо срочно делать музей и все такое прочее в то время так не считали ну жил Пушкин ну и что квартира-то жива жива до сих пор ее можно использовать по другому назначению совершенно необязательно здесь делать музей сейчас мы с вами ненадолго прервемся вот из того дома вот из той арки вылетают автомобили в фильме про Джеймса Бонда у меня тоже был отдельный выпуск в серии России чужой взгляд посвященный этому и надо сказать что вот в 90-е годы было возможно даже разобрать набережную и устроить здесь такую сцену значит я вам хочу показать несколько книжечек ну вот одна из них вот такая вот на лезвие с террористами и здесь говорится о том что Александр Герасимов пишет что когда он приехал в Петербург он пошел в здание соответственно охранного отделения и куда он пришел Петербургское охранное отделение занимало большой дом на мойке он не пишет адрес так вот большой дом на мойке ребята это вот этот вот дом здесь оно располагалось именно сюда привезли женщину чья книжка у меня тоже здесь есть ее воспоминания на пути к свободе Теркова Уильямс я же ее брал эту книжку да нет а нет я ее не взял я ее потом подсниму ее арестовали потому что она Теркова Уильямс это как говорили в кадетской партии наш единственный мужик вот точно так же как про Александра Федоровна говорили единственный Романов в брюках ну в той семье имеется с Николаем вторым потому что она должна была вести груз нелегальной литературы из Гельсингфорса то есть из Кельсинки сюда в Петербург союза освобождения борьбы за рабочего класса она вообще была подружкой Надежды Константиновой Крупской очень хорошо знала молодого Владимира Ильича Ленина сразу поняла кто он такой дала ему такую абсолютно убийственную характеристику в своих воспоминаниях так вот ее сопровождал некий Аненков который решил побравировать и свою просто литературу не стал прятать а распихал по карманам типа ну и так проскочим их арестовали и вот ее привезли вот сюда соответственно в этот дом и она там пишет что в своих воспоминаниях что пришел очень учтивый жандармский офицер и спросил вас накормили она сказала нет и он говорит и она пишет что принесли обед из Данона то есть вот из того дома да Мэйки 24 она пишет из соседнего здания да но на самом деле из соседнего там через несколько домов но и простим ей эту топографию потому что она писала свои воспоминания уже соединенных штатах Америки спустя много лет то есть соответственно здесь была тюрьма обратите внимание на обхождение да с арестантками и не только с арестантками но и с арестантами и здесь же в этом здании это мы уже знаем из другой книжки она у меня есть вот она Наталья Климова жизнь и борьба в этом здании случилась уникальная удивительная история не знающая аналогов вообще в мировой практике полицейского сыска и надзора Наталья Климова у меня есть о ней отдельная лекция это тоже совершенно потрясающая женщина молодая красивая такая знаете секс-бомба террористического революционного лагеря по которой все сохли самый известный ее акт это она вместе с своим подельником и гражданским мужем и любовником Михаилом Соколовым Медведем они организовали взрыв на даче Столыпина Петра Аркадьевича в результате которого было убито почти 30 человек там 27 сразу погибло еще несколько человек скончались в больнице так вот ее потом схватили и привезли в Петропавловскую крепость Александр Герасимов распорядился ее привезти из Петропавловской крепости я вот даже здесь по-моему заложил если я не ошибаюсь да вот здесь комендант комендант Элис пишет на имя директора департамента полиции Трусевича уведомляю ваше предисходительство что содержащаяся в крепости арестованная Анталия Климова согласно отношению директора департамента от 25 декабря была выдана 25 декабря отминистру Ломаковскому для доставления в Санкт-Петербургское охранное отделение и возвращена в крепость только 26 декабря в 1 и 3-4 часа по полудню после напоминания по телефону 25 декабря это рождественская ночь Герасимов ее сюда вызвал и всю рождественскую ночь они с ним он с ним говорил о чем-то о чем никто не знает до сих пор ни он об этом не писал ни она об этом не писала но Шиловский который потом оставил мемуары про Климова вспоминал как она говорила нет хороших и дурных людей люди лишь отражение условий в которых они росли и развивались мы боремся с условиями мы боремся за их изменения мы должны бороться с нашими врагами беспощадно поскольку это нужно для изменения этих условий но мы должны в то же время относиться к нашим врагам со всей любовью вниманием и нежностью помня что они люди что мы сами не имеем никаких заслуг и ничуть не лучше их являемся лишь баловнями счастливо сложившихся условий так я относилась к тому лицу который был главным автором моего приговора к смертной казни и такое мое отношение к нему было то что глубже всего поражало и его что ему труднее всего было пережить он сам не говорил это вот историк Канн считает что речь идет о Герасимове то есть представляете вообще сюжетец да девушка приговоренная к смертной казни главный ФСБшник в рождественскую ночь сидят в этом здании где когда-то умер Пушкин и о чем-то разговаривают и главное нашли какой-то общий язык он не хотел ее отпускать да то есть он отвез все на следующий день в час 45 только по звонку из Петропавловки а так бы она тут еще бы просидела и Герасимов предпринял все усилия для того чтобы Климова избежала смертной казни ему это удалось потому что она потом попала в московскую пересыльную каторжную тюрьму располагавшуюся примерно там где сейчас находится у нас Новый Арбат бывший проспект Калинина откуда она благополучно бежала но это уже отдельный сюжет мы его сейчас не будем касаться а мы с вами идем дальше вот с левой стороны у нас замечательный дом обемилек Лазарева по проекту замечательного замечательный 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 экскурсия замечательного экскурсовода Павла Перца про замечательные объекты Ивана Фомина ну москвичи его знают по дому Динамо за Лубянкой по зданию наркомата путей сообщения нынешней штаб-квартиры РЖД обемилек Лазарев очень хотел чтобы там сверху были вазы а Фомин не хотел чтобы там сверху были вазы но в итоге клиент настоял и Фомино ничего не оставалось как все-таки в пиндюре туда эти вазы так вот в советское время это убрали их это редкий случай когда ну восторжествовала справедливость да потому что мы знаем что клиент всегда прав особенно тот клиент который платит огромные бабки но в данном случае вот видите вас больше нет вот можешь показать это как раз ярчайший пример стиля уже неоклассицизм то есть это так нам сюда нет пытаюсь вспомнить да сюда то есть был классицизм потом на смену классицизма пришла эклектика потом на смену эклектики пришел модерн а потом после модерна опять мы заимели тот самый неоклассицизм перекочевавший затем через авангард уже в сталинскую неоклассику получившую название сталинского ампира дворы эти как вы видите довольно ухоженные ну потому что центр все-таки да рядом дворцовая раньше вот эта дверь была закрыта у меня был код от нее но вот видите теперь она открыта вот вам очередной бронмауэр видите и одинокое окно мы сейчас с вами выйдем на обратно на большую конюшенную и там будем закругляться потому что у меня экскурсия через час мне бы надо ее успеть провести раньше вот там вот был проход пролаз и можно было выйти но сейчас его заложили вот еще одна замечательная стена вот здесь можно показать да и вот там видите какая щель чудесная вот два окна и одно окно вот и как я уже говорил Шон Коннери идет не по этим дворам потому что он ныряет на большой конюшеной а выходит он у моста который у нас ошибочно именует мост грифонов на самом деле он нифига не мост грифонов это крылатые львы грифоны немножко по-другому выглядят и здесь я вам покажу один из тоже потрясающих моих любимых закутков счастья он такой чистенький но депрессивненький аж в три окна видите какая ляпота красота и вот там видна кухня ну бабло побеждает зло да то есть можно было флигель туда утопить но тогда за счет чего бы вы получили бы прибыль от квартиры смотрите какая красивая геометрия труп газов здесь у нас сохранилась еще советская лифтовая шахта да вот с деревянными штабиками я когда они имеются в наличии все время показываю и вот и вот и вот и вот и вот Где я с вами потихонечку распрощаюсь Но сначала анонсик Экскурсия возобновляется в 20-х числах февраля Я даже сделаю парочку про блокаду Пока холодно, это особенно актуально И проведу тур по Пискаревскому мемориальному кладбищу Чего никогда не делал Путеводитель Невский с перцем И остросоциальный триллер Корень Также имеется в продаже Все ссылки вы можете найти в описании под этим роликом А кто не посмотрел клип с петербургскими красотами Сбри усы, срочно это сделайте Ну а теперь что могу сказать Спасибо за внимание Гуляйте, наслаждайтесь погодой С вами был гид Павел Перец Увидимся, пока